Видя, что Смоленск надобно взять не красноречием, а силою, король велел громить стены пушками, но ядра или не достигали вершины Косогора, где стоит крепость, или безвредно падали к подножию ее высоких твердых башен, воздвигнутых Годуновым. А пальба осажденных, гораздо действительнейшая, выгнала Ляхов из монастыря Спасского. Зная, вероятно, что в крепости более жен и детей, нежели воинов. Сигизмунд решился на приступ. 23 сентября, за два часа до света, Ляхи подкрались к стене и разбили петарду Аврамовские ворота, но не могли вломиться в крепость. 26 сентября, также ночью, взяли острог Пятницкого конца, а в следующую ночь всеми силами приступили к большим воротам. Тут было дело кровопролитное, счастливое для осажденных, и неприятель, везде отбитый, с того времени уже не выходил из стана, только стрелял день и ночь в город, напрасно желая проломить стену, и вел подкопы бесполезные. Ибо россияне, имея слухи или ходы в глубине земли, всегда узнавали место сей тайной работы, сами делали подкопы и взрывали неприятельские с людьми на воздух. Историки польские отдают справедливость мужеству и разуму Шейна, также и блестящей смелости его сподвижников, сказывая, что однажды среди белого дня шесть воинов смоленских приплыли в лодке к стану маршала Дорогостайского, схватили знамя Литовское и возвратились с ним в крепость. Наступила зима. Сигизмунд, упрямством подобной Баторию, хотел непременно завоевать Смоленск. Терял время и людей в праздной осаде и, думая свергнуть Шуйского, губил самозванца. Весть о вступлении Сигизмундовым в Россию встревожила не только Москву, сколько Тушино, где скоро узнали, что шайки запорожцев, служа королю, берут города его именем, и что Путивль, Чернигов, Брянск вместе с иными областями северскими волею или неволею ему покорились, изменив Лжедимитрию. «Чего хочет Сигизмунд», — говорили Тушинские и Сапегины ляхи с негодованием, — «лишить нас славы и возмездия за труды? Взять даром, что мы в два года приобрели своею кровью и победами? Северская земля есть наша собственность, из ее доходов Дмитрий обещал платить нам жалования, и кто же в ней теперь властвует? Новые пришельцы богаты грабежом, а мы остаемся в бедности с одними ранами?» — так говорили чиновники и дворяне. Воеводы же главные негодовали еще сильнее. Лишаясь надежды разделить с Лжедимитрием все богатства державы российской и, привыкнув видеть в нем не властителя, а клеврета, не могли спокойно воображать себя под знаменами республики наравне с другими воеводами королевскими. Сапега колебался. Рожинский действовал и заключил со своими товарищами новый союз. Они клялись умереть или воцарить Лжедимитрия, назвали себя конфедератами и послали сказать Сигизмунду. «Если сила и беззаконие готовы исхитить из наших рук достояние меча и геройства, то не признаем ни короля королем, ни отечества отечеством, ни братьев братьями». Рожинский писал к своему монарху. «Ваше величество все знали, и единственно нам предоставляли кончить войну за Дмитрия, еще более для республики, нежели для нас выгодную. Но вдруг, неожиданно, вы являетесь с полками, отнимаете у него землю северскую, волнуете, смущаете россиян, усиливаете Шуйского и вредите делу, уже почти совершенному нами. Сия земля нашую кровью увлажена, нашую славу и блистает. В сих могилах от Днепра до Волги лежат кости моих храбрых сподвижников. Уступим ли другому Россию? Скорее, все мы, остальные, положим также свои головы, и враг Дмитрия, кто бы он ни был, есть наш неприятель». Гетману Жалкевскому говорили послы конфедератов. «Из древле витязи республики, рожденные в недрах золотой свободы, любили искать воинской славы в землях чуждых». «Так и мы своим мечом, истинным марсовым ралом возделывали землю московскую, чтобы пожать на ней честь и корысть. Сколь же горестно нам видеть противников в виде наземцах и братьях. Всей горести простираем руки к тебе, гетману отечественного воинства, нашему учителю в делах славы. Изъясни сенату, блюстителю законов и свободы, чего мы требуем справедливо, да удержит Сигизмунда». Тут паны и дворяне королевские воплем негодования прервали дерзкую речь. Велели послам удалиться, язвительно издевались над ними. Спрашивали в насмешку о здоровье их государя Димитрия, о втором бракосочетании царицы Марии и дали им от имени Сигизмундова следующий ответ письменный. «Вам надлежало не посылать к королю, а ждать его посольства. Тогда вы узнали бы, для чего он вступил в Россию. Отечество наше, конечно, славится редкую свободу, но и свобода имеет законы, без коих государство стоять не может. Закон республики не дозволяет воевать и королю без согласия чинов государственных. А вы, люди частные, своевольным нападением раздражаете опаснейшего из врагов ее. Вами озлобленный Шуйский мстит ей крымцами и шведами. Легко призвать, трудно удалить опасность. Хвалитесь победами, но вы еще среди неприятелей сильных. Идите и скажите своим клевретам, что искать славы и корысти беззаконием, мятежничать и нагло оскорблять верховную власть есть дело не граждан свободных, а людей диких и хищных». Одним словом, казалось, что не подданные с государем и государством, а две особенные державы находятся в жарком прении между собою и грозят друг другу войной. Изъясняясь с некоторой твердостью, Сигизмунд не думал, однако же, быть строгим для усмирения крамольников, ибо имел в них нужду и надеялся вернее обольстить, нежели устрашить их. Разведывал, что делается в Лжедимитриевом стане, узнал о несогласии сапеги и Зборовского с Рожинским, о явном презрении умных ляхов к самозванцу, о желании многих из них, вопреки клятвенно утвержденному союзу между ними, действовать заодно с королевским войском, и торжественно назначил в декабре 1609 послов в Тушино, панов Стадницкого, князя Зборасского, Тишкевича с дружиною знатную. Он предписал им, что говорить воинам и начальникам, гласно и тайно. Дал грамоту к царю Василию, доказывая в ней справедливость своего нападения, но изъявляя и готовность к миру на условиях, выгодных для республики. Дал еще особенную грамоту к патриарху, духовенству, синклиту, дворянству и гражданству московскому, в кое, уже снимая с себя личину, вызывался прекратить их жалостные бедствия, если они с благодарным сердцем прибегнут к его державной власти. И королевским словом уверял в целости нашего богослужения и всех уставов священных. В таком же смысле писал Сигизмунд и к россиянам, служащим мнимому Дмитрию. А к самозванцу писали только сенаторы, называя его в титуле яснейшим князем и прося оказать послам достойную честь из уважения к республике, не сказывая, зачем они едут в стан Тушинский. Уже конфедераты, лишаясь надежды взять Москву, более и более опасаясь князя Михаила и страшась недостатка в хлебе, отнимаемом у них разъездами воевод царских, умерили свою гордость. Ждались их послов нетерпеливо и встретили пышно. Любопытный самозванец вместе с Мариною смотрел из окна на их торжественный въезд в Тушино, едва ли угадывая, что они везут ему гибель. Рожинский советовал им представиться Лжедимитрию. Стадницкий и Збораски отвечали, что имеют дело единственно до войска и после великолепного пира созвали всех ляхов слушать наказ королевский. Среди обширной равнины послы сидели в креслах. Воеводы, чиновники, дворяне стояли в глубоком молчании. Сигизмунд объявлял, что извлекая меч на Шуйского за многие неприятельские действия россиян, спасает тем конфедератов, уже малочисленных, изнуренных долговременную войною и теснимых соединенными силами москвитян и шведов, ждет добрых сынов Отечества под своих оругви, забывает вину дерзких, обещает всем жалования и награды. Выслушав речь посольскую, многие изъявили готовность исполнить волю Сигизмунда. Другие желали, чтобы он, взяв Смоленск и Северскую землю от Дмитрия, мирно возвратился в Отечество, а войско республики присоединил к конфедератам для завоевания всего царства московского. Согласно ли с достоинством короля, возражали послы, иметь владенную грамоту на российские земли от того, кому большая часть россиян дает имя обманщика, и благоразумно ли проливать за него драгоценную кровь ляхов. Конфедераты требовали, по крайней мере, двух миллионов злотых. Требовали еще, чтобы Сигизмунд назначил пристойное содержание для мнимого Дмитрия и жены его. «Вспомните», — ответствовали им, — «что у нас нет перуанских рудников. Удовольствуйтесь ныне жалованием обыкновенным. Когда же Бог покорит Сигизмунду великую державу московскую, тогда и прежняя ваша служба не останется без возмездия. Хотя вы служили не государю, не республике, а человеку стороннему, без их ведома и согласия». О будущей дуэли самозванца послы не сказали ни слова. Вожди и воины просили времени для размышления.